Добрый день всем, кто с нами и кто нас потом еще смотрит. Мы очень рады, что эта тема вас занимает, потому что нам кажется, что Раугниту раскрывает очень интересные аспекты понимания тары, о которых обычно не задумываются, не говорят. И главное, что он их видит под углом человека современного, который актуален нам сегодня. Хотя иногда нам трудно бывает проследить за его конструкциями, мы пытаемся понять то, что он объясняет в своих лекциях, в этой книге. И мы продолжаем говорить о потомцах Шетта. Мы говорили о Шете, о его характере и продолжим об этом говорить и перейдем потом к его потом. Образ Шетта в том виде, в котором мы его описали, о котором мы говорили, еще он вернется к этому, является решающим доказательством того, что его отец Адам преуспел в своих попытках исправить самого себя и достичь зрелости, результатом которой стало рождение сына, наделенного свойством Маше. Мы все время говорим, что вообще говоря, и Каин мог все исправить, да, но не вышло. А вот теперь появляется как бы Шетт, но мы видим, что это другой уровень с точки зрения Рао Манитур. Исправить Каин мог, он мог стать Маше. То есть каждый человек, каждое поколение, в потенциале все открыто, все мы можем. Но реально это не происходит, не хватает уровня внутреннего. А у Шетта есть какой-то добавочный, дополнительный потенциал, мы уже говорили, который проявляется потом в его потомках, так или иначе передается через потомков, хотя при том, что этот потенциал есть, он не реализуется. Хотя потомки Шетта терпят неудачу до тех пор, пока в десятом поколении не появляется. Но Всевышний не творит новое человечество, а выводит из существующего человечества избавиться. Это общий принцип, да. Есть, например, Медроши, которые говорят, что Маше, вот я уничтожу этот народ, из тебя сделаю новый. Израиль как бы и Маше, так сказать, должен сказать и объяснить, почему это не получается. То есть там тоже просматривается такой принцип, бесполезно уничтожить это и начать заново. Всегда вот тот корень, который был изначально Адаму Шетте, он должен продолжать развиваться, да. Совсем уничтожить человечество и начать заново – это вовсе не то, что хочет Всевышний. Он хочет, чтобы именно это человечество дошло до цели творения, чтобы именно оно исправилось, несмотря на все ошибки и падения и так далее. Творец мог бы стереть всю человеческую культуру. Начать заново – он, конечно, мог бы. И вырастить совершенно другое человечество – там, где первая потерпела неудачу. Но он не делает этого. Теоретически можно сказать, где я сделал мир несовершенным, чтобы человек мог его исправить. А у него никак не получается, да. Видимо, он все-таки как бы может сделать чуть-чуть более совершенным, чтобы легче было исправить. Нет. Это не входит в план Творца. Он именно так хочет, именно из такого несовершенного мира, который он создал изначально, чтобы человек его исправит. Он будет ему какие-то подсказки, какие-то из-за кулис как-то, может быть, ему помогать, даст евреям Тарулу. Но важно, чтобы именно это человечество, именно эта династия человеческая, она привела мир к совершенству. И хотя во время потопа человечества почти полностью уничтожен, да, это как бы все-таки он уничтожает человечество, да, тем не менее, после него остаются представители двух существующих династий. И Кайна, и Шетер. Ноах из потомков Шетер. Наама, жена Ноаха, из потомков Кайна и дети. Это очень важно для нас. Неизвечайно упоминать свое имя, чтобы намекнуть, что была в ней дополнительная важность какая-то, что она была из потомков Кайна. В ситуации, когда весь божественный план, похоже, вот-вот рухнет, то есть мы еще не дошли до Ноаха, но мы видим, что династия Кайна в плохом положении, что она идет и ухудшается, как мы видели ранее. Идет и опускается, не продвигается наоборот. И, казалось бы, вот-вот рухнет, ничего не получится вообще. Всевышний дает человечество первосвященника. То есть кого-то такого. Человеку, который способен. Истинного воспитателя. Чья задача заключается в том, чтобы помочь ему подняться и исправить себя изнутри. Человечество. То есть запускает как бы человечество некоторый такой аспект, некоторую такую генетическую мутацию или корень шеха. Ну, какой-то важный элемент вводит в человечество, который, то есть это будет то же самое человечество. Вот его надо воспитать. А чтобы воспитать, ну, попробуем, посмотрим, работает этот элемент. Это все до дарования Тара. Мы видим, как разные вещи пытаются испробовать на человечестве так, чтобы оно могло воспитаться правильно. Таким образом, Тара представляет нам центральный принцип монотеизма. У всего, что Всевышний сотворил в мире, есть самостоятельная ценность. Значит, конечно, можно было уничтожить это человечество, создать другое. Даже самые негативные явления в этом мире, самые плохие люди, проблемная династия. У всего есть самостоятельная ценность. То есть то, что она не в состоянии реализовать правильно свой потенциал, продвинуться вперед, а не опускаться вниз, это проблема. Но если бы они могли изменить свое поведение, то они могли бы реализовать какое-то важное вещь и свойство, которое в них есть. У всего, что Всевышний создал, есть самостоятельная ценность. И это один из очень важных принципов, который работает во многих случаях. В частности, вот, например, мне кажется, он связан... Не мне кажется, а по некоторым объяснениям Равмайдан, например, это связано с заповедью либератного брата. Один брат, скажем, умирает, потому что он недостойный брат, и Всевышний его прибрал. Но невозможно, чтобы он ушел из мира без того, что какая-то часть его... Он умер без детей, ничего от него не осталось. Невозможно. Брат должен восполнить этот недостаток, как бы дать ему потомство от того брата, который ушел. И поскольку в нем, в каждом человеке, есть этот центр. И это неправильно, если кто-то уходит, не оставив потомство, не оставив чего-то от той сущности, которая была в этом человеке или в этом обществе. Интересно объяснить. Я очень рад... Эта статья там на 30-х страниц или на 30-х страниц. Я очень рад еще упомяну то, о чем говорит Равмайдан, что тот же самый принцип, как ни странно, он говорит, что он проявляется в поступке дочерей Лотта. Потому что Всевышний уничтожил Содом, но должно было что-то остаться, какой-то реальная часть от жителей Содома. Что-то важное у них было. Они были плохие, они заслуживали смерти. Но что-то, скажем, искры, неважно. Но не искры в смысле идеологии, а в смысле человеческие потомства должно было выйти из дома. Единственный человек, который был жителем из дома и остался жив, это был Лот. Поэтому дочки решили, что они в каком-то смысле реализуют эту заповедь. Это не совсем, конечно, либератный враг. Это, в конечном итоге, для меня вопрос, разрешено или нет, вступать в отношения с отцом. Но задача их была не в том, чтобы, как некоторые комментаторы объясняют, что они думали, что весь мир разрушен, нужно человечество восстановить. Из многих стихов там видно, что они понимали, что мир не разрушен. Они могли знать, что еще что-то осталось. Для них они ощущали эту важность сохранить что-то из дома, несмотря на то, что это такое ужасное место, которое должно было уничтожить, сохранить потомство от жителей из дома. В данном случае это было только и хотелось. Но я немножко далеко ушла, но я хотела это так подчеркнуть, потому что это похоже на то, что здесь есть. Ничто не должно пропасть совсем. Не может быть так, что Всевышний прямо полностью сотрет, как предлагал свыше, стереть это человечество и сделать другое. Нет, он в данном случае хочет от этого человечества, чтобы оно пришло в целетворение, и все, что запущено, все, что сотворено, всего есть смысл. Дальше много зависит от нашего выбора, но ничего не должно пропасть. Каждая деталь является необходимой частью плана творения. И поэтому в конце каждого процесса и порождения раскрывается необходимость именно этой детали и этого этапа. Само собой становится понятно, почему без них невозможно. Творец не хочет разрушать свое творение, исправление должно происходить из самого разрушения. Вот это тоже. И во всех этих историях, в истории Руд, например, потомков Лота, от нее потом происходит мессия. На каждом этапе есть возможность исправления изнутри самого творения до конца от строчки, которые Всевышние определяют для этого порождения. то есть человечеству дана срочка. Мы видели потомков Каина. Он все время дает им еще время, еще время. И для того, чтобы на каждом этапе дать им возможность подняться. Но не получается. А он милосердный, прощав грех, не погубил, многократно отводил гнев свой, не дал пробудиться всей ярости своей. Этот процесс можно связать со сказанным «Добрый Господь ко всем и милосердий его на всех творениях». Всевышний наделил творением способностью к исправлению себя и предоставляет им бесконечные возможности для сохранения того, что было сотворено. Каждая строчка выражает долготерпение Всевышнего. Его огромное милосердие и его уверенность в человеке в том, что в конечном итоге он сможет реализовать и завершить замысел творения. Как сказано, обновляются они каждое утро и велика верность своя. На самом деле, я думаю, в смысле осознания этого долготерпения Всевышнего то, что он на каждом этапе человеку лично или народу или человечеству готов дать еще шанс, еще шанс, еще шанс на раскаяние, на исправление. Его уверенность в человеке или в человечестве, не важно, что мы сможем. Это что-то потрясающее. Это, кстати, связано с благословением, которое мы говорим, просыпаясь утром, да, что душа, которую ты мне дал, она чиста, и все время, что душа умри, я говорю, короче говоря, раба иммуна тэха, последние слова, велика, это двойное понимание, верность, да, иммуна, твоя или в тебя. Не совсем понятно, да, иммуна тэха, вера в тебя, моя вера в тебя, или твоя вера в меня, что вполне возможно. Может быть, оба смысла есть. То есть, когда я просыпаюсь утром, я каждый раз вдыхаю, и говорит, Господи, он в меня верит. С одной стороны, это ответственность, с другой стороны, это что-то потрясающее, да, это дает силы человеку существовать. Если не что-то другое, если иногда бывает силы кончаются, то просыпаясь утром и говоря мудая о ней, ты набираешься этих сил, потому что все вышли в теоретии. Таким образом, в седьмом поколении Каина и в первом поколении Шета мы находим максимальное разложение человечества и одновременно с этим начало его исправления. Остановимся здесь и послушаем, что у вас есть добавительный сказатель. Выразить много. Не очень понятно, что вынесли дочери Лоты из дома, то есть они же ведь туда пришли, они не уроженцы этого города были. Ну, ты, да, ты усложняешься, ну, кто где уроженец там. Вообще, Авраам не уроженец земли Израиля, они вообще все пришли из дома. Ну, поскольку он был жителем дома, относился к этому обществу, он там, ну, есть метроше, говорят, что он был судьей, да. Такая идея, то, что, ну, может быть, можно подробнее посмотреть в статье, я давно ее читала, может быть, рамы, да, к этому как-то соотносится, но мне кажется, что это не так важно. То есть важно именно символически, будет неправильно сказать, символически, опять, мы вернемся в область детей. Вот практически реализация, он был, жить в доме, он не случайно туда попал, он попал туда, так сказать, поскольку это ему подходило, это его общество, там он жил. Откуда они, ну, откуда люди попадали туда-либо сюда, уже в древние времена были постоянные, так сказать, движения. Не только Авраам пришел за указание, вообще народы, так сказать, или племена, они вообще многие были кочевники, да, какая-то часть такого он стал оседрами. И мы видим, что какие-то обычаи в древнем уже мире принимают оттуда и отсюда. Из Апотамии, из Египта, на невидимое влияние и торговля уже существует, еще с времен, он успеет называться наалип, на греце на английском можно назвать тоталет, еще до бронзового, эпохи до бронзового века, когда, собственно, Авраам у нас действует. То есть есть движения какие-то народы. Сдом, я думаю, кстати, почему такой, в общем, никто не доказал, что археологически сильно в этом месте был Сдом. это очень интересно. Очень многие в начале прошлого века, раньше, позже немного, многие христианские теологи, они занимались археологией и хотели найти тут реальные свидетельства того или этого. И находили, но не совсем там. Находили, например, и говорили, «Вау, это Сдом». Но это не было Сдом. В другим временам относился. Они нашли, к примеру. Сдом не нашли, с одной стороны. С другой стороны, можно предположить, почему такой богатый был Горин Сдом. Почему это как Долина Иордана, как райский сад. Во-первых, это действительно плодородные, там есть плодородные очень места, потому что туда стекают ручьи с гор, которые предположены Иерусалим, Шхем, Севрон, горный хребет. А повторяюсь, там проходит международная дорога удобная, вдоль реки Ардан. И по ней ходили люди, торговцы. Это тоже вещь, которая обогащает тех, кто там сидят. Иерихон, например. Почему древний город такой, самый древний город считается? Ну, один из древних. Иерихон, да, в свое время считался самым древним. Почему именно Иерихон? Ну, по этой причине, потому что там, с одной стороны, есть плодородная площадка, а с другой стороны, там есть проход в землю Израиля, из земли Израиля вдоль долины Иордана и так далее. Это место действительно предрасполагает тому, чтобы накапливалось богатство. Ну, и люди там даже поселялись. Кто-то раньше, кто-то позже. То есть я не думаю, что это такая большая сложность, что он туда пришел. Он пришел и стал Викторем. Главное, что он носитель этой идеологии в таком-то смысле. Почему он пошел туда? Он от них отличался. Он был немножко лучше. Но, тем не менее, это ему подходило. Кто-то живет в какой-то стране или в каком-то обществе, которое ему не подходит, очень часто люди говорят, я больше не могу. До свидания. Здесь я жить не готова. Случается такое даже в наши дни, когда человеку кажется, что страна, например, ведет себя совершенно аморально и невозможно дальше находиться. Ну, это же самое с Домом. Он мог бы уйти, а он на дорогу запрошел. Я немножко растеклась в смысле подрева, что называется. Это интересно по-самому по-самому. Нет, очень интересно действительно так вот задуматься, что действительно ведь все живут в тех городах, которые им подходят. как-то они с ними резонируют, а иначе бы они там уехали. Ну, в основном. Может быть, он не совсем согласен, он не такой уж прямо. Смотри, не все жители из дома набросились и хотели опустить. Скажем так. То есть там вопрос жителям из дома был не в том, что они такие развлечения. Не это проблема. Это наши мунициплии всегда говорят, что нет проблем жителей из дома. Потому что они, так сказать, не хотели пришельцев выпускать, чтобы не приходили всякие. Он не такой был. И, может быть, многие жители из дома просто тоже не такие были. Что хорошо, пускай кто-то там займется этим. Не все жители из дома в этом участвовали, но большая часть с этим соглашалась. он лод, в общем-то, поскольку он уже их пригласил себе домой, он считал свои обязанности их защищать. Насколько он сильно отличался от среднего, он немножко отличался в положительную сторону, но очень трудно сказать. Люди как-то всегда по галсту распределяются. кто-то хочет что-то еще может добавить? Ну, давай тогда это самое теперь Андрей. Рождение Эноша Как объяснялось выше, Шет родился в качестве замены Хевеля с целью научить потомков Каина братству. Рождение Шета начинает новую родословную в человечестве, как сказано. И у Шета у него также родился сын, и он нарек ему имя Энош. Тогда начали призывать имя Господа. По поводу этого стиха возникают два ключевых вопроса. Почему в стихе сказано он тоже? И второй вопрос. Почему здесь написано родился, буквально был порожден сын? изначально если бы Каину и Эвеле удалось решить уравнение братства, исправление мира было бы закончено с их помощью, и сын рожденный от слияния этих двух линий стал бы идеальным сыном мадам, то есть сын рожденный от потомков Каина и Эвеле, от двух вот этих линий. Адаму и Эвеле пришлось создать новую идентичность, содержащую в себе сущности обоих сыновей, потерпевших неудачу, так, чтобы в ней соединились их свойства и их миры. То есть он все-таки родился, вот этот, но другой, не от их соединения, но все-таки он тоже вместил в себя их свойства в противоположное итоге. Этот сын Шет, который рождается потому, что существует глубокая потребность восправлений, потребность внутренне присущая самому человечеству. Когда Хава называет третьего сына, родившегося у нее после греха, Шетом, основой основ, это выражает ее глубокое понимание того, что этот сын на самом деле тот, кто способен к полному исправлению. Это означает, что если Шет преуспеет в воспитании династии Каина в братстве, исправление человечества закончится, и ей больше не нужно будет рожать сыновей. Поскольку Шет родился уже в своем полном исправлении, не было места для дополнительной сущности, которая вышла бы из него и образовала новый род. Отсюда следует, что если в Шете действительно заключается окончание исправления, то по логике вещей у самого Шета уже не не может родиться сын. У Машеха нет сына, так как он символизирует окончание процесса исправления. То, что у Шета все же рождается сын, оказывается в этом стихе неожиданностью. Смотри, он тут приводит комментарий, однако, смотри, слова Маймонида по этому поводу, «И Машех умрет, и на его место придет его сын, сын его сына». Это Маймонида говорит в Мишне. И принесло его к разделу перевода Рава Шейлата. Это принесло его. То есть на самом деле то, о чем говорит Рав, я думаю, это не имеется в виду, что люди перестанут рожать, и что вообще история закончится. Но там будет что-то другое. Вот эти понятия сын, который с тем смыслом машехейским, машехианским, который мы в него вкладываем, когда придет сын Адама, вот он будет сын, а не следующий сын. То, что у него рождается сын, это символизирует то, что еще не пришел тот сын Адам. Это не значит, что вообще говорят, у него не будет детей. Я так думаю. То, что она приводит такой комментарий, это как бы подчеркивает то, что это не значит, что на этом закончится человечество. Но все уже будет по-другому. И смысл сыновей будет другой. после вот этой границы. А то, что сказано, что у сет родился сын, это просто показывает нам, что процесс не кончился. То есть, мне кажется, это хочется стать радостью. То есть, Машех это абсолютный сын, потому что обычный потенциальный отец, а вот это абсолютный сын, который уже не отец. да. Это не означает, что практически не будут рождаться дети, это просто уже будет другой этап совсем. Мне кажется, я не думаю, что работа подразумевает, что перестанут рожать вообще. Просто означает, что означало бы, что сын уже как продолжателя дела. Такого сына не надо. Ну да. Дальше. У Шета также родился сын, сказанный для того, чтобы подчеркнуть для читателя, что здесь произошло нечто, чего не должно было быть. Шет должен был сыграть роль конца всему. В аспекте конец действия задумано изначально. Он должен был реализовать исправление одновременно и греха Адама, и греха Каина. После него человечество должно было подняться и прийти к новому состоянию, отличному от того, которое было до его рождения. Шет в своем совершенстве на самом деле представляет собой образ Машеха конца времен, самостоятельно реализовавшегося сына Адама. Что же в таком случае пошло не так? Почему история не закончилась сразу после рождения этого сына спасителя? Причина этого в том, что в реальности разрыв между Шетом, совершенным спасителем, и династией Каина, которую он должен был воспитать и исправить, был настолько велик, что Шету пришлось уменьшить свою сущность и свое величие, чтобы установить связь с неудавшимся функциональным обществом, которое представляло собой род Каины. Получается, это от Каина зависело, если бы потомки Каина на тот момент вели бы себя по-другому, то, может быть, Шету не пришлось уменьшаться, и он бы исправил мир. Ну да, от Каина зависело тоже. И это сокращение теперь проявляется через сына, родившегося у него самого. Шет порождает сына почти против своей воли, и поэтому в тексте Торе этот глагол употреблен в пассивной форме. Юлад был порожден. Еще один намек на то, что сущность, исправляющая и искупающая человечество, переходит от Адама через Шета к его сыну и Ношу и заключается в слове сын. Идентичность сына – это уникальная совершенная сущность, полностью отличная от сущности потомка и сущности брата. Согласно Раше сын Бен, из которого построен Невна мир. В этом смысле сын Бен это краеугольный камень Эвен, на котором будет заново построен Ибане мир. Во всей главе от рождения Иноша до рождения Ноаха не встречается в рождении и был порожден сын, только и породил такого-то. То есть здесь идентичность сына выступает как дополнительная сущность. Рождается не человек, которого можно назвать только его собственным именем, а человек, являющийся сыном своей сущности. Слово сын происходит от корня Бет-Нун-Эй постройка, часть большого здания. Отец Аб и сын Бен вместе это камень Эвен построение мира. Строительство мира это завершение хаоса. Тогда хаос это набор материалов, из которых строится дом. Все творение ожидают строители. Сын является этим строителем в аспекте. Читай не твои сыновья Бонайх, а твои строители Бонайх. Талмуде как говорится. Талмуде и молитвы это каждый есть такой отрывок, который мы в конце молитвы читаем. Он из Талмуда цитата. Альтика Бонайх или Бонайх. Просто когда повторяешь каждый день она там говорит. Да, строители твои, как говорится в Талмуде и в молитве. Слово сын три раза встречается в родословиях до Авраама и познал Адам еще жену свою и она родила сына и нарекла ему имя Шет. У Шета также родился сын и он нарек ему имя Энош. И жил Лемех 182 года и родил сына и нарек ему имя Ноах. В то время как целью рода Каина является осуществление заповеди плодиться и размножаться, у Шета противоположная цель. Необходимо сократить этого Машеха воспитателя, уменьшить его величие, потому что он слишком совершенен по сравнению с низким уровнем функционального и разрушительного рода Каина. Здесь есть педагогические, психологические и моральные аспекты, на которых стоит остановиться. Учитель, передающий знания ученику, должен воздерживаться от преподавания всего, что он знает одновременно, так как в противном случае ученик не сможет вместить все то влияние, которое ему передается, и существует опасность, что он замкнется и сломается. Ученику нужно время для того, чтобы переварить материал, обдумать его и усвоить, и только после этого он сможет освободить место для дополнительного содержания. Учитель должен уменьшить свою сущность и мудрость таким образом, чтобы они соответствовали способности ученика усваивать. Он должен терпеливо ждать, пока ученик понемногу не впитает материал, пока его постижение не сможет вместить в себя все предложенное ему великое богатство. Это на самом деле я думаю, что это очень важная для него мысль для Манитуб, поскольку он сам был учителем, и всегда есть такое сомнение, когда ты что-то преподаешь, с одной стороны, ты не можешь очень много действительно людям давать, потому что они, как он сказал, сломаются, не поймут. А с другой стороны, если ты очень сильно упрощаешь, то это в каком-то смысле граничит с профанацией идеи мыслей. Поэтому найти вот эту правильную тонкую грань, когда с одной стороны это не слишком сильное упрощение, чтобы люди могли почувствовать глубину и сложность тем, а с другой стороны, не перегружать человека, чтобы он не сломался. это действительно очень большая проблема. И похожая проблема происходит с этим поколением, потому что с одной стороны, Шет, он слишком высоко, и он говорит, скажем, то, что там, как симфонический оркестр, который приезжает в колонию малолетних преступников. они говорят на разных языках, они в разных мирах. Для Каин это абсолютно недоступно, то место, где находится Шет. С другой стороны, когда ты спускаешься слишком низко, то у тебя уже нет сил поднять тех, кто внизу, или научить их чему-то важному, потому что всегда можно упростить до такой степени, что вещь превращается в тривиальную. Делать хорошо, не делать плохо, а что такое хорошо, что плохо. Для того, чтобы, так сказать, большие мысли предлагать срадко и понятно, это нужно быть очень великим человеком. Ладно, дальше. Слова у Шета также родился сын проливают свет на многие исторические явления. Чтобы приблизиться к состоянию, в котором род Шета может начать функционировать в аспекте «А вы будете у меня царством священников и народом святым», эта сущность должна сократить себя и приблизиться к естественному состоянию народов мира, которые она стремится воспитать. получаются уровень еврейского народа, который выходит из Египта, он ниже, чем уровень Шета. Вопрос интересный, я не знаю. Но он там спустился, да, еврейский народ в Египет, он не драж так говорит, опустился на 49. В общем, да, он поэтому может если он алло, вы меня слышите? Да, да. Теоретически спустившись в Египет, он мог бы воздействовать на Египет, если он уже приблизился к ним по уровню. С другой стороны, поскольку он приблизился к ним по уровню, он уже не может воздействовать на Египет. В принципе, да, и как бы потом Авраам, Ицхак, Яков, то, что для Авраама постижение была гора, для Якова поле, для Ицхака поле, а для Якова дом. То есть они как бы заземляют божественность, приближают ее к человеку, чтобы можно было передать вот этот свет. Это да. И пока они тем не менее они все-таки находились далеко. Почему потребуется отправить их в Египет? Опустить их, да. Но они опустили слишком низко. То есть на грани, да, когда уже там ни секунды нельзя было терпеть и выходить оттуда. Да, поскольку уже в таком состоянии, когда нет большой разницы, есть разница, но небольшая, не настолько большая, чтобы они могли воздействовать и поднять Египет. Но они смогли вынести какую-то часть Египта. Так, то есть эта сущность должна сократить себя и приблизиться к естественному состоянию народов мира, которые она стремится воспитать. Тура рассказывает нам о похожей ситуации, которая сложилась в истории самого народа Израиля. О Синайском откровении написано «Испустился Господь на гору Синай, на вершину горы». Вершина горы это самое высокое место, которого может достичь Моше человек. Самое высокое место для человека это самое низкое место для Всевышнего. Поэтому Тура показывает нам, что на первом этапе воспитатель должен спуститься на вершину горы, чтобы встретиться со своим учеником. Второй этап. «И призвал Господь Моше на вершину горы и взошел Моше. Моше поднимается на самое высокое место, которого может достичь человек. После того, как воспитывающие и воспитуемые встретились, Господь говорит Моше и сказал Господь Моше «Сойди». А после того, как он спускается, Господь снова призывает его подняться». Если кто-то помнит, действительно очень сложное дарование тары, там сложно понять, что происходит в какой последовательности, поднимается, спускается. Структура текста очень сложная. И вот скоро в Мониту подъемы и спуски здесь имеют очень важное значение. Извините, перебил. «Бывает спуск необходим для подъема и бывает подъем необходим для спуска, который в свою очередь нужен для более высокого подъема». Вот тут есть распуски и и сказал Авраам, что пришельцами будут потомки земляне свои, проработят их и будут уметать их 400 лет. Но народам, которым они служат, будут разведуя суд, а после они выйдут к большому имуществу. Чтобы поднять это большое имущество, нужно спуститься на 49 уровня частоты. Тут можно спорить, действительно, была у них задача исправить весь Египет, или во всяком случае это большое имущество они должны вынести, но они таки должны распуститься. так. Да, ради подъема. Да. Вот еще Рабушкин Ази объяснял восхождение и спуск Муше во время Сенатского Откровения следующим образом. Когда Муше поднялся на гору Сенат первый раз, Господь повелел ему объявиться на Ям Израиля, что они будут царственными священниками и святым народом для своего мира. Однако народ не принял его послание. Это Рабшель тоже так объясняет. И отвечал весь народ вместе, говоря, что все, что говорил Господь исполнил, все, что говорил Господь исполнил, то есть завоевание земли Израиля, но не то, что ты говоришь о царстве священников и святом народе, так как по мнению народа это не было словом Господа. Реагируя на это, Господь говорит Муше, вот я приду говорить с тобой и будут доверяться и тебе всегда. Пусть Муше и реакция народа на его слова поднимает Муше на уровень и будут доверяться тебе всегда. Если бы Муше не спустился от народа, он бы не достиг такого ста. Тут две вещи, что с одной стороны они ему не верили, нужно было ему спуститься и от имени Бога говорить что-то привести к тому, что они ему не доверяют, а с другой стороны как следствие спустил светлевышний на поле и говорил с ним. Я с Муше его уровень поднял. Иногда спуск нужен для педагогических целей, как это было с Муше и Израилем, а иногда спуск нужен для накопления силы на пути к более высокому подъему. Эти две силы представляют Каин и Шет. Еще один пример такой ситуации соединения противоположностей описан в другом месте в книге Шмот. В 32 главе рассказывается, что после того, как Муше поднялся на гору Сина и оставался там 40 дней и 40 ночей, чтобы принести Тору народу Израиля, а народ согрешил, сделав золотого тельца. Всевышний сказал Муше, иди, спустись, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетский. Раби Элязар в Талмуде объясняет, что означает иди спустись. Сказал Раби Элязар, сказал Всевышний Муше, Муше, спустись со своего величия, ведь я дал тебе величие только ради народа Израиля. А сейчас сыны Израиля согрешили, зачем ты мне нужен? Сразу же оставила Муше сила, и не было у него силы говорить. Представим себе состояние Муше, поскольку Муше находится на вершине горы, слова иди или слова спустись, слово иди или слово спустись должно было бы хватить. Почему же тогда Всевышний говорит Муше иди спустись? Потому что здесь имеется ввиду не только физический спуск с вершины горы вниз, но и спустись со своего величия. Это величие было дано Муше только ради народа Израиля. Этот пример можно использовать и в нашем случае. После того, как народ согрешил и пал, Муше находился слишком высоко по отношению к нему. Он должен спуститься со своего величия и своего уровня, чтобы суметь сыграть свою роль верного пастыря и воспитателя, несмотря на падение благодаря ему. Очень интересно. Суть греха Золотого Тельца была не в том, что они отрицали Бога, явившегося им на Синае. Грех был в том, что они обожествили Муше. Телец должен был заменить Муше, а не Творца. Народ же увидел, что Муше долго не сходит с горы, и собрался народ корону, и сказали ему, встань, сделай нам божество, которое шло бы перед нами, ибо сей муж Муше, который вывел нас из земли египетской. Не знаем, что с ним случилось. То есть им Муше не хватало, который бы их вел, а не Бога. Если так, то с определенной точки зрения можно сказать, что именно величие Муше по сравнению с народом в конечном итоге привело к тому, что народ согрешил, поэтому его нужно было немножко спустить с этого величия Муше. Так, этот принцип имеет большое значение. Именно из-за своего величия Моисей не может помочь народу. Его тесть Итро понимает это, и поэтому предлагает ему назначить тысячи начальников, сто начальников, пятидесяти начальников, десяти начальников в качестве посредников между собой и народом. То есть строит такую как бы лесенку. Точно так же Шет не способен соответствовать требованиям человечества Каина. Он представляет собой модель, образец совершенства, однако не способен спасти человечество собственными силами. Для этого он должен создать династию своих потомков, которые приведет к рождению Ноаха, и через него в более сжатом виде перейдет духовное назначение. Существует талмудическая концепция, согласно которой Ноах это сам Шет, однако на более низком уровне, позволяющем более удобную связь с учеником, связь на равных. Тем не менее важно отметить, что слишком большой разрыв между Шетом и Каином возник не только из-за высокого уровня Шета, но и из-за резкого упадка человечества Каина. Это вот то, что ты сказал, да. Позже мы увидим, что Авраам еврей был первым, кто смог преодолеть разрыв между этими двумя династиями. Тот самый Авраам, который стоял с одной стороны, а весь остальной между другой. Однако рассказ в Писании нужно читать без всякого предварительного знания, так как будто каждый этап совершенен сам по себе, и дальнейшее развитие событий неизвестно читать. Давай остановимся здесь, потому что у тебя же 7.30 урок, да? Ой, да. Действительно, в середине темы, но что поделать, поскольку у Андрея дальше урок, мы здесь, ну, как раз, может быть, это и интересно остановиться в середине и пока поразмышлять, подумать, что будет дальше. и наоборот в некоторых книжках и в сериях любят остановиться не по завершению какого-то события, а именно напряженный момент. Как в сериале, да? Да, да. Ладно, большое вам спасибо всем участникам. Спасибо, Нахану. Спасибо большое. новостей. Я не знаю, мы хотим встречаться или отложим после праздника. ну, точнее, ладно. Можно отложить, да, возможно, будут какие-то мероприятия, события. Да-да. Ладно, спасибо. Всего хорошего всем хороших новостей. Хороших новостей. Спасибо большое. Очень интересно. Вполне понятно. С уровнями. Да. Кто только их